Сегодняшний выпуск нашей передачи сотый по порядку выпуска и это такой формальный повод для того чтобы подвести небольшие итоги посмотреть что получилось что не получилось оглянуться назад пересмотреть некоторые выпуски которые уже год и полтора и более понять к чему мы идем и чего нам не хватает прежде чем предаться воспоминаниям приятным и не очень все-таки пробежимся по событиям которые случились на прошедшей неделе и естественно начнем с значимых и важных и пойдем в сторону уменьшения их влияния на общественную политическую жизнь республики как уже многократно обсуждалось на прошедшей неделе в различных средствах массовой информации господин хабиров все-таки решил купить себе летающие транспортное средство именно вертолет ми-8 или аналог этого вертолета сумма которую ради фаритович решил потратить на подобный элемент комфорта весьма существенное 435 миллионов рублей эти деньги рек фонд республики башкортостан готов истратить на то чтобы руководитель республики комфортно перемещался по региону вертолет оснащен всевозможными приятными ништячками и гаджетами зона вип пассажира и так далее и так далее конечно же эта штука и вот эта попытка приобрести вертолет очень некрасиво выглядит на фоне того что происходит последнее время в регионе я имею ввиду то что сумма 435 миллионов это например решение проблемы какого-нибудь очень крупного жилого комплекса где есть обманутые дольщики это ну там на четверть например решение проблемы миловского парка например вся задолженность по зарплате в республике башкортостан перед несчастными работниками которые эту зарплату не видят по несколько месяцев ну или например место этого вертолета можно построить 800 километров гравийных дорог которые так здорово нам обещает строить господин мухаммедьянов много что можно сделать можно купить 900 квартир для сирот можно например 435 раз выплатить штраф альберта мухаммедьярова который ему выписал суд ну и так далее то есть много добрых дел можно сделать вместо того чтобы купить вот один вот этот вот летающий металлический ящик на котором с шумом и гаммом ради фаритович будет перемещаться между там аургазинским и миакинским районами например очень совершенно непонятно зачем это случилось зачем эта инициатива появилась я очень надеюсь что вертолет все-таки не будет куплен потому что но это как минимум смешно это повторению пройденного потому что и рустам хамитов начал с вот этих вертолетов правда там был вертолет робинсон который они благополучно загубили он кстати говоря лежит где-то на задворках все того же рек фонда переписанный на какую-то милую ложечку в общем на мой взгляд конечно история с вертолетом это большая ошибка на прошедшей неделе в башкирии началась новая коррупционная история с новым ведомством видимо вот эти истории с разгромами ведомств и заменой там руководителей будут у нас сериалом что-то вроде санта-барбары и будут продолжаться долго если не вечно и что-то мне подсказывает что настолько первый сезон начался я говорю о министерстве лесного хозяйства республики башкортостан антикоррупционная проверка в этом министерстве выявила очень нехорошие дела которые там творились всевозможное кумовство и не подачу значит документов о доходах и еще некоторые очень не очень неприятные криминальные вещи проверка продолжается и по всей видимости будут переданы некоторые материалы правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел уже уволен по требованию прокуратуры заместитель министра лесного хозяйства арслан мурзагильдин и еще один министр вернее еще один замминистра отстранен от своей работы на время проведения проверки вообще конечно министерство лесного хозяйства в башкирии это традиционный питомник коррупции в том смысле что мы все помним что много много лет если уже не десятилетий в области лесного хозяйства башкортостана творится адский ад все мы помним эту знаменитую компанию селена господина бандерука в прошлом даже сенатора от республики башкортостан который самым варварским образом осваивала бурзианский район белорезский район и прочие районы где вот эти вот реликтовые леса самым безжалостным образом врубались без всяких разрешений без всяких лицензий с этим шла какая-то вялая борьба менялись министры лесного хозяйства дела эти не прекращались сейчас новый министр марат шарафуддинов он конечно на мой взгляд пользуется каким-то странным покровительством ради хабирова мы пока не поняли природы этого покровительства но вот этот вот способный человек который умеет сажать по два дерева в секунду судя по его отчетам он почему-то очень нравится хабирову и скорее всего останется в стороне от разборок внутри этого ведомства хотя это как минимум странно согласитесь когда все замы значит погрязли в коррупции безобразиях и нарушениях закона министр быть к этому не причастным но никак не может то есть либо он очень плохой министр который вообще не понимает что творится в его ведомстве либо он как говорится в доле ну это наверное будет решать хабиров хотя действие наших правоохранителей иной раз выходит из-под контроля верховной власти в республике башкортостан и мы это знаем на примере господина комлева также конечно к истории вот этого застарелого бардака в мин лесхозе можно отнести историю с карнашпаном мало кто понимает что на самом деле вот этот вот варварский комбинат который построен на окраине уфы в большей степени относится не к городским властям никаких проделкам и даже не крик фонду который очень здорово тогда поживился на выделение земли этому предприятию а в большей степени карнашпан относится к министерству лесного хозяйства дело в том что мы помним что эта организация это предприятие занимается переработка леса превращением его в вот эти волшебные 3 древесно стружечные плиты так вот на этапе завода суда привода в башкирию этого австрийского предприятия именно мин лесхоз сыграл важную и я бы сказал роковую роль в принятии решения в определении места расположения этого комбината и два зама тогдашнего министра лесного хозяйства набиулина а именно лукманов и максимов даже получили от господина тажетинова подарочные квартиры за успех внедрение этого страшного комбината на территории республики башкортостан в общем конечно о безобразиях мин лесхозе можно говорить очень долго но пожалуй остановимся на том что мы ждем результатов проверки и прокуратуры и антикоррупционных ведомств республики башкортостан и ждем максимально открытого оповещения о тех событиях которые происходили в мин лесхозе в последнее время как всегда при любых существенных событиях внутри властью республики башкортостан существует еще и теория заговора так вот в ситуации вокруг мин лесхоза этой теории заговора является отношение к этим всем событиям денера ахметьянова заместителя руководителя администрации главы республики башкортостан человека который ведают формально по крайней мере политическими вопросами и кадрами денир ахметьянов в прошлом министр лесного хозяйства и та команда которая сейчас попала под проверку и вот эту обструкцию ну во многом конечно аффилированы к нему и вот эта теория заговора заключена в том что вся эта история смешно с мин лесхозом закрутилась только для того чтобы дискредитировать господина ахметьянова ну тут я с некоторым скепсисом к этому отнеслось в том смысле что господин ахметьянов вообще не человек команды хабирова он просто формально подходил и пока остался кроме того ему 62 года и в принципе в любой момент можно с ним расстаться под благовидным предлогом ну в общем как говорится поживем увидим мы пристально следим за развитием событий вокруг уголовного дела связанного с бывшим вице-премьером правительства республики башкортостан евгению гуревым и на прошедшей неделе случилось важное событие в этой истории я имею ввиду апелляцию прокуратуры в верховный суд республики башкортостан на действие суда низшей станции напомню что советский суд отпустил евгения гурева под домашний арест прокуратура с этим не согласилась попыталась оспорить это верховном суде верховный суд подтвердил правомочность решения советского суда соответственно гурев до 20 июля остается под домашним арестом и следствие продолжается мы обязательно будем и далее освещать все аспекты этого следствия пока на данный момент особых новостей в процессе нет собственно следствие и раньше шло ни шатка ни валка я уже говорил о том что за 47 дней которые гурев правил под арестом с ним совершилось только два следственных действия а именно два допроса ну то есть из того самого мы делали вывод что это как бы на самом деле такой фейковый арест и попытка давления на гурева ну вот в итоге он теперь оказался дома и посмотрим как это следствие будет развиваться дальше в этих новых условиях как я уже предсказывал в области долевого строительства наступает определенный кризис в уфе дольщики перестали верить в то что им говорят на всяких строй часах и прочих мероприятиях первым этот кризис стал понятен по объекту менделеева 128 дробь 1 вот сейчас мы здесь находимся дольщики этого дома вывесили на фасаде здания огромные 15-16 метровый баннер с буквами и надписью путин помоги написали на фасаде долгострою 12 лет я не знаю насколько путин поможет им решить их проблему однако понимая отчетливо что дольщики окончательно разуверились в эффективности той системы решения этой проблемы которая выстроена в республике башкортостан в первую очередь это конечно связано с формализацией тех подходов которые были предприняты вот в процессе этого решения создание вот этой системы взаимодействия всех вот этих вот фиктивных и фейковых представителей дольщиков на строй часах и так далее в общем это такой первый серьезный сигнал радио хабирову о том что систему надо срочно менять подходы надо менять надо перестать формально подходить к этим вещам и начинать что-то делать серьезное и эффективное чтобы люди реально увидели ту работу которая идет с этой проблемой совершенно неожиданно на прошедшей неделе флюр голямов владелец и руководитель печально известного роском снаббанка заявил о том что он предпримет попытку возврата лицензии этому банку честно говоря я был этим ошарашен не могу пока сказать насколько можно успешно оценивать вот эту инициативу однако ну в общем то мои аплодисменты господину голяму в том смысле что если его попытка увенчается успехом это будет большая победа но в процессе этого разбирательства на самом деле разбирательство будет судебным мы поймем всю подоплеку этих событий выясним насколько кто и в чем был виноват вообще конечно это смело судиться с центробанком госпожой набиулиной потому будем внимательно и с интересом наблюдать за действиями господина голямова ну и про веселая немножко надо говорить потому что не все же про грустные вообще не должно быть все такое черненькое пускай будет иногда беленькая веселого у нас на этой неделе было то что сния томасова как ее называют модель сайз плюс или king сайс в общем не знаю какой то общем сайс во всеуслышание заявила о том что она будет баллотироваться на пост главы республики башкортостан госпожу томасову нисколько не смущает то что для того чтобы баллотироваться на пост главы республики нужно там какой-нибудь партии относиться или там собрать какой-нибудь там муниципальный фильтр не в первый раз уже это грандиозная женщина заявляет о своих политических амбициях невзирая абсолютно те формальности которыми являются наши там законодательства или правила или какие-то традиции выборные уже который раз это восхитительная мадам сообщает нам что она претендует там на то место на это место значит прочее правда впоследствии она ничего не делает но вот это сообщение судя по всему является главной рекламной акции вот в этих мероприятиях с другой стороны было бы очень здорово весело и прикольно посмотреть если бы там господин сидякин подсуетился и зарегистрировал мадам томасову на условиях такого настоящего формального кандидата и чтобы она поборолась там с радиом фаритовичем в прямом или переносном смысле но принципе фундаментальных женщин на этом месте на месте не виду кандидата головы республики башкортостан уже предостаточно напомню что санья томасова у нас второй кандидат заявленный от женского пола на эти выборы в общем на мой взгляд достаточно но все равно весело о сотом выпуске открытой политики который у нас сегодня случился собственно цифра 100 ничего не значит и является лишь только поводом для того чтобы подвести какие-то промежуточные итоги итоги у нас следующие мы в общей сложности в сумме с открытой политикой дополнительными сюжетами выпустили 230 сюжетов на youtube канале у нас миллион сто с хвостиком просмотров а также у нас есть самое дорогое и важное для нас это семь с половиной тысяч наших подписчиков семь с половиной тысяч человек которые сами подписались на наш канал посмотрев его первый раз это важно это немало если кому-то кажется что это мало на фоне там каналов которые имеют там миллион два миллиона пять миллионов подписчиков скажу одну вещь в башкирии наш канал самый крупный политический канал на ютьюбе если сложить аудиторию правительство республики башкортостан я имею ввиду их канал аудиторию канала штаба навального в уфе и добавить туда какой-нибудь там зульфию гайсину до кучи тот как раз получается в сумме именно наша аудитория нас смотрят нас комментируют десятки тысяч комментариев масса реакций мы этим очень дорожим мы дорожим каждым нашим подписчикам мы точно знаем что каждый наш подписчик подписался сам мы никого не заставляли не просили а значит к нам есть нормальный хороший интерес значит мы делаем то что нужно людям мы стараемся реагировать на те запросы которые приходят нам на почту в комментариях по телефону звонят люди мы конечно не можем исполнить все просьбы иногда эти просьбы очень экзотичные иногда даже прямо скажем неисполнимые но тем не менее мы реагируем на каждую из них и стараемся помогать всем кому мы можем помочь информационные действиям или еще как то в общем подписывайтесь ставьте лайки пишите обязательно комментарии что-то мы делаем неправильно помогайте поправляйте очень часто мы исправляем какие-то ну такие технические ошибки то есть люди пишут а вы забыли сделать то-то у вас там вот неправильно это написано да у нас иногда бывают грамматические ошибки с названиями районов мы приносим заранее извинения те районам которые мы переврали в названиях мы будем изучать географию башкортостана и так далее в общем развиваемся движемся дальше ищем какие-то решения планы кое-какие есть пока они такие скажем так размытые но развиваться точно нужно бесконечно это так вот продолжаться не должно например мы хотим найти соведущего в эфир но не можем у нас не получается не с несколькими людьми пообщались попробовали не подходит не могут может быть кто-то сам хочет но стесняется спросить ради бога телефон почта комментарии со всеми пообщаемся все обсудим в общем надо развиваться надо делать то что мы делаем я точно знаю что то что мы делаем нужно нашим зрителям и значит мы это будем продолжать делать 3 сентября 2017 года в четвертом выпуске открытой политики мы говорили о ужасной истории в городе стиральтомаки а именно о незаконно построенной дороге на улице водолаженка дорогу это построил тогдашний мэр господин изотов он ее утвердил подписал и принял ныне господин изотов депутат государственной думы российской федерации а вот вот эта дорога убийца по улице водолаженка в стиральтомаки до сих пор на своем месте до сих пор продолжает убивать людей которые проживают вдоль нее проблема там в том что не выдержаны нормативы строительные по размещению этой дороги вдоль дороги стоят жилые дома хорошие красивые добротные дорогие дома на тот момент пока дороги там не было после этого дома стали резко падать цене но хуже всего то что люди которые там живут начали страдать от непомерного шума и пыли которую исторгает эта дорога мы говорили про историю артема чеботарева двое детей которого страдают хроническими очень тяжелыми заболеваниями проживают в доме который стоит вдоль этой дороги и никакой помощи от местной администрации артем чеботарев не получал тогда и вот власть в башкирии сменилась артем павлович воспрял духом поехал в уфу попытался донести эту информацию до новых хороших честных или справедливых чиновников новой команды ради хабирова и как ни странно получил абсолютно такой же результат как и с хамитова вообще эти параллели начинают множиться как не делалось ничего при хамитове во многих областях так ничего не делается и при хабирове история с дорогой стерлитомаки очень показательно я бы хотел чтобы на нее все таки хоть кто-то обратил внимание но пускай не хабиров вот этот вот палочка-выручалочка дедушка мороз республики башкортостан но кто-нибудь по профилю например тимур афисович мухаммедьянов как человек который отвечающий за состояние дорог их кондицию в республике башкортостан тимур афисович обратите внимание на дорогу по улице водолаженка может быть ваше ведомство без помощи там каких-то высших сил без там волшебного пенделя окрика там или какого-нибудь иного воздействия сможет справиться с этой проблемой ну в общем надежда конечно не умерла но вот дети страдают в церлитомаке хоть кто-нибудь услышите эту ситуацию и попробуйте им помочь